МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Осторожно, птичий грипп в Комсомольском и Батревском районе обнаружили опасное заболевание. Кто хочет подработать? В центрах занятости открыты вакансии для школьников. Праздник сладкоежек. Сегодня отмечается Всемирный день шоколада. В Комсомольском и Батревском районах выявлены вспышки птичьего гриппа. Какие меры борьбы с опасным заболеванием необходимы, сегодня обсудили члены эпизоотической комиссии. Уже известно, что в обоих муниципалитетах пало 60 птенцов-бройлеров. Опасения подтвердились. Птица была заражена. Биоматериал отправили в специализированную лабораторию. Необходимо подтвердить конкретный штамм гриппа. Невыясненным пока остается вопрос, у кого именно приобретали птицу. Будут вестись расследования. Те предприниматели, которые продавали без ветеринарно-сопроводительных документов, они, конечно, будут вычислены и наказаны, если такой факт подтвердится. Но пока, еще раз повторюсь, ведутся расследования. Что здесь хочется сказать? Обратиться к населению, во-первых, никогда, когда продают в сельских населенных пунктах без ветеринарно-сопроводительных документов, тем более в такую жару, в такую погоду, когда на улице жара и поет там непонятно, то холодной, то другой водой, иммунитет птицы падает. Поэтому такую птицу покупать просто не нужно. Реакция на тревожные сигналы последовала быстро. Специалисты изучают документацию бизнесменов, торгующих птицей, установленные угрожаемые зоны. Скоро будет введен карантин. Изымать поголовья пока намерены только в пострадавших от гриппа хозяйствах. Комиссией будет определена угрожаемая зона. Это в пределах 5 километров. И будет определена комиссией зона наблюдения. В угрожаемой зоне, это 5-километровая зона для населения, хочу сказать, чтобы они не беспокоились, будут только проводиться мониторинговые исследования. То есть отбираться кровь, кровь отбираться, будет проводиться клинический осмотр. И будет исследоваться она у нас уже в лаборатории на наличие вируса или отсутствие вируса. Под наблюдение медиков 20 человек. Они контактировали с зараженной птицей. В Минздраве республики говорят, что здоровью людей пока ничего не угрожает. И на сегодняшний момент эти жители, которые контактировали, будут досматриваться ежедневно в течение 21 дня. При необходимости появления катаральных явлений будет применена неспецифическая профилактика. Это применение противовирусных препаратов. На сегодняшний момент противовирусные препараты в Министерстве здравоохранения Чувашской республики, в Чувашской республике и в двух районах в достаточном количестве. Поэтому я думаю, что на сегодняшний момент паниковать не стоит, не нужно и необходимости в этом нет. Для ветеринаров объявили режим повышенной готовности. Главная задача – не допустить заноса гриппа в другие районы и крупные хозяйства. Подготовлен план мероприятий по борьбе с этой болезнью. И также подготовим проект постановления, где будут определены как раз все эти зоны. Ситуация находится на особом контроле у главы региона. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. На заседании Кабинета министров Чувашской республики сегодня рассмотрели изменения в законодательстве в сфере регионального налогового регулирования. Закон и проект, предложенный Минфином республики, меняет требования к работодателям относительно минимальной заработной платы сотрудников. В текущем году изменился минимальный размер оплаты труда. Он с 1 мая текущего года составляет 1,163 рубля. Соответственно, на 43% больше, чем уровень прошлого года. Нашим законам установлены требования для получателей налоговых льгот, в соответствии с которым получатели льгот должны выплачивать заработную плату не уменьшить 2 мрот. С учетом того, что произошло увеличение мрота, мы это требование снижаем, снижаем до 1,5 мрот. И, соответственно, требование в абсолютном значении станет 16 744,5 рубля. Закон и проект также предусматривает льготный режим налогообложения по налогу на прибыли, налогу на имущество организаций, резидентов территории приезжающего социально-экономического развития. Напомним, что в марте этого года такой статус был присвоен моногороду Канаш. Новым законопроектом, кроме того, продлеваются налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную систему налогообложения. И ведущих свою деятельность в производственной и социальной научной сферах, в сфере бытовых услуг. 17 предприятий представят республику в конкурсе «100 лучших товаров России». Эксперты уже оценили качество продукции претендентов на награды. Специалисты Чувашского центра стандартизации и метрологии обращают внимание, соответствует ли продукция требованиям безопасности. Еще один важный критерий – менеджмент качества предприятия. Эксперты сделали вывод, что все представленные образцы могут претендовать на звание «100 лучших товаров России». Какие предприятия получат награду, станет известно накануне Всемирного дня качества. Он отмечается в начале ноября. И еще одна новость для предпринимателей. Минэкономразвитие Чувашии объявил о приеме документов на предоставление субсидий, которые помогут возместить часть затрат при участии в региональных, межрегиональных и международных выставках и конгрессах. Подать документы на получение поддержки могут представители малого и среднего бизнеса. Субсидии заявителям предоставляются по результатам конкурсного отбора. Власти республики готовы возместить часть затрат на участие в региональных, межрегиональных, международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессионных мероприятиях в предыдущем и текущем году. Затраты на проезд к месту проведения мероприятий и обратно, наем жилых помещений, питание не субсидируются. Документы принимаются до 2 августа во всех МФЦ республики. Более подробную информацию можно узнать на сайте Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашии. После дождя машины застревали в грязи, а до остановки жителям приходилось ходить в галошах. Речь про улицу Полярная в Чебоксарах. Проблему решила программа инициативного бюджетирования. Ольга Пырочкина подробнее. Наталья Иванова следит, как идут работы на улице, где она живет с самого рождения. На ее памяти дороги здесь не было. Можно сказать, что грязь на улице Полярной, несмотря на название, не замерзала даже зимой. Я помню, тут такие колдобины были. Даже в школу приходилось до асфальта доходить в галошах и менять обувь. К нам ведь и такси даже не хотят приезжать, даже для его погоды не хотят и все. Ходить по грязи надоело окончательно, и Наталья с соседями решили стать участниками программы инициативного бюджетирования. Суть такова. Жители финансируют 5% от стоимости работ, и на их улице появляется дорога из асфальтовой крошки. Для частного сектора вариант оптимальный. Недорогой, легкий в укладке и достаточно устойчивый для проезда легковушек. На улице Полярная 25 домов, так что скинуться пришлось по 500 рублей. Остальное добавил городской бюджет. В текущем году у нас запланировано по 13 адресам. В настоящее время почти работа завершена, осталось по двум адресам завершить. Жители участвуют достаточно активно. В среднем размер софинансирования с одного домовладения составляет где-то от 500 до 1000 рублей. С утра работы начались, а к вечеру жители уже смогут пройтись и проехать по новой дороге. Пожалуй, единственным недостатком такого покрытия, по сравнению, например, с асфальтом, является то, что его можно нести. Но за нечестных соседей администрация района ответственности не несет. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Мамы разные нужны, мамы разные важны. Это мы усвоили еще в детстве. А вот какие бабушки сегодня востребованы, узнаем из нашего следующего сюжета. У Валентины Арсеньевны есть семья. Дочка, внук, есть сад, курочки. Но посвятить им все в свое время женщина не может. Любимая работа не отпускает. Строительная отрасль и Валентина Боброва в равной степени нуждаются друг в друге. Включаем рубильник. Смотрим. Смотрим механизмы. Тормоза смотрим перед работой. Как она работает, как она не работает. Ничего это. Визуально все осматриваем, что можно осмотреть. Тем, кто боится высоты, рекомендуем воздержаться от дальнейшего просмотра сюжета. Все остальные имеют возможность увидеть город таким, каким видит его Валентина Боброва, машинист башенного крана. А тут есть на что посмотреть. Тем более, что Валентина Арсеньевна вооружилась камерой GoPro. Сейчас Валентина Арсеньевна шлет всем привет с высоты 30 метров. Говорит, что это самое приятное в профессии крановщицы. Видеть, как меняется город, который ты строишь. Очень красивый вид. Это Волга видно, за Волгой леса. Все можно смотреть. Полгорода на ладони. Любуюсь, любуюсь. Не могу налюбоваться. Валентина Арсеньевна родилась в деревне Валиковском районе. И сколько себя помнила, ее интересовала техника, машина, механизмы. После школы уехала в город, устроилась на завод. Но это было не то. Посматривала на новую стройку. Ну, решил попытаться. И все нормально. С 1975 года работаю. Для меня, как говорится, лучше моей специальности нет. Успели сосчитать? Совершенно верно. На башенном кране бесстрашная Валентина Боброва трудится уже 43 года. А самой ей 62. Пенсионный возраст уже минул. Но бабушка ее не назовешь. Даже молодые коллеги так не считают. Да и какая там бабушка. Если на свой кран Валентина Арсеньевна взбирается за 3,5 минуты. Мы засекали. А грузы подает со снайперской точностью. Никакого секрета или специальной методики у нее нет. Надо просто с душой делать свое дело и быть в хороших отношениях с коллегами. Мне кажется, команда должна быть тут эта. У нас это электрии хорошие у нас, Петя. Снесарь хорошие. Как ребятам скажешь, ребята, надо вот посмотреть это. Они сразу же приходят, как говорят, устраняют эту причину. С такой командой, конечно, работать хорошо очень. Парни молодые, хорошо работают. Сверху все видно. Сегодня Валентина Боброва может не только гордиться своими успехами, но и радоваться, что дочь-крановщица тоже на хорошем счету. А внук учится в школе, которую построила бабушка. А со временем появятся новые объекты, про которые можно будет рассказать. Ведь на пенсию Валентина Арсеньевна пока не собирается. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Летние каникулы в самом разгаре. Кто-то из школьников отдыхает в лагере, кто-то в деревне у дедушки. А есть те, кто остался в городе и успевает не только отдыхать, но и зарабатывать на карманные расходы. Летнее время Артем решил провести с пользой. Он подстригает кустарники на территории предприятия, на котором трудится его папа. В прошлом году я уже здесь работал. Мне как бы понравилось. Это как бы лучше, чем сидеть дома и смотреть телевизор. Просто здесь хотя бы работать на свежем воздухе. Все-таки хочется иметь свои деньги. Здесь можно хотя бы их заработать. Честным трудом. Здесь же работает и Полина. Тоже не первый год. В первую очередь потому, что здесь работает моя мама. И нам удобно вместе сюда добираться. Здесь нам дают различные задания. То есть на каждый день иногда что-то новое, иногда что-то доделаем. Ну и мне кажется, что это интереснее, чем раздавать листовки на улице. Обычно либо мы полим цветы, либо мы их поливаем, либо убираем сухую траву, листья и лебедки. Мальчики стригут кусты, но иногда тоже убирают мусор. Для многих предприятий трудоустраивать несовершеннолетних детей сотрудников на летнее время стало традицией. Во-первых, подростки ближе знакомятся с деятельностью своих родителей. Во-вторых, возможно, именно они придут сюда работать после получения профессионального образования. Желающих очень много, потому что оплачиваем, в принципе, хорошо. И дети тоже, как бы, все довольны. Стараемся в первую очередь брать детей у сотрудников наших. Но если приходят со стороны, то мы тоже им не отказываем и, как бы, содействуем в этом всем. На временную работу принимают ребят с 14 до 18 лет. За четырехчасовой рабочий день подростки получают 50% от минимальной оплаты труда. Создавая рабочие места для несовершеннолетних, мы тем самым даем им возможность, во-первых, заработать первые свои денежки своим трудом, получить определенные трудовые навыки, но иногда даже для ребят открываются с иной стороны какие-то новые профессии и специальности. Кроме того, работа в коллективе со взрослыми помогает нашим ребятам приучить к дисциплине, к порядку и трудолюбию. Благоустройство территории, помощь в присмотре за детьми, ремонтные работы, курьерская деятельность. Выбор профессии на лето у несовершеннолетних, конечно, небольшой. Но если есть желание трудоустроиться, еще можно оформить заявку в своей же школе или в центре занятости населения города Чебоксары. Татьяна Трофимова, Алена Алексеева, Борис Андреев, Республика. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО СУОР Владимира Ермолаева. Его обвиняют в попытке скрыть от налоговой 3 миллиона рублей. Его компания не заплатила во время налоги, образовалась задолженность перед бюджетом, компании были выставлены требования. И тогда обвиняемый поступил следующим образом. СУОР продал земельный участок контрагенту, а покупатель перевел деньги на расчетный счет третьей фирмы, учредителем и руководителем, который также является Ермолаев. В настоящее время недоимка погашена. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество общей стоимости свыше 2 миллионов рублей, в том числе два земельных участка и стопроцентная доля в уставном капитале двух обществ с ограниченной ответственностью. Следователям собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд. А руководитель другой строительной компании Алза обвиняется в том, что при наличии реальной возможности с июня по ноябрь 2017 года он не выплатил заработную плату 72 работникам предприятия на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Прокуратура Чувашской республики направила уголовное дело в суд. Пища богов или черное золото? Сегодня отмечается Всемирный день шоколада. Первыми ему научились делать ацтеки около 3000 лет назад. Сейчас производят по всему миру. В Чебоксарской мастерской, где готовят конфеты и шоколадные плитки ручной работы, побывала Татьяна Леонтьева. Какао масло, какао тертое, сахарная пудра и сухое молоко. Из этих четырех ингредиентов получается самый настоящий шоколад. Но что нужно сделать, чтобы он получился вкусным? Об этом нам расскажет шоколадья Екатерина. Здравствуйте. Здравствуйте. И начнем мы с приготовления белого шоколада. Белый шоколад вообще на самом деле называется только условно шоколадом, потому что в нем нет содержания какаостракта. А еще белый шоколад считается самым вредным. В его составе большое количество сахарной пудры и сухого молока. Но плюс у него все-таки есть. Какао масло используют часто фармацевты. Они добавляют их в лекарства, которые против ангина. Можно детям просто потреблять какао масло, рассасывать, потому что удобно галеты, и это обволакивает хорошо горло. Какао масло – основной ингредиент любого шоколада. Его выжимают из какао-бобов. И продукт этот не из дешевых. Поэтому многие производители используют пальмовое, рапсовое масло или синтетические заменители. Температура плавления какао-масла – 31 градус. Если мы возьмем с вами магазинную плитку шоколада, она в руках должна постепенно таять. Не сразу, но постепенно. Но если ваш шоколад не тает, значит там нет какао-масла. Самый популярный вид шоколада – молочный. В составе тот же белый шоколад, только добавляется какао-тертая. Пропорция для молочного шоколада, какао-масла, какао-тертая – 80 на 20. То есть 20% какао-масла, 80% какао-тертая. А почему именно так вот? Это позволяет сделать определенную текучесть шоколаду, потому что мы будем добавлять еще сухое молоко. Сухое молоко нужно будет добавлять где-то процентов всего лишь 20-30 от нашей массы. Молочный полезнее белого именно за счет большего содержания какао-продуктов – около 40%. Но лидирующая позиция у горького шоколада. Вообще горький шоколад, он ценится именно благодаря тому, что содержание у него какао-бобов намного больше, чем у каких-то других видов шоколада. Также содержание сахара – очень низкое. Горький шоколад поднимает нам настроение, горький шоколад нормализует наше давление, он активизирует наши сосуды. Но при этом нужно употреблять его в допустимых нормах – это 40 грамм в день. Шоколад с корицей, малиной, кремовыми начинками, солью и даже черной икрой. Поклонников лакомства – миллионы. Немало и мифов вокруг этого продукта. К примеру, что от шоколада толстеют. А вообще сами по себе какао-бабы не вредят в фигуре, да, все калории – это именно сахарная пудра и сухое молоко. Если же вы хотите употреблять шоколад, то есть вы любите сладко, но не хотите жертвовать калориям, то лучше употребляйте горький шоколад. Шоколад – кусочек счастья. В нем содержится много эндорфина, гормона радости, а еще этиоксидантов и флавоноидов. Они повышают уровень интеллекта и поддерживают ясность ума. Это подтверждает исследования ученых в странах, где едят много шоколада, больше лауреатов Нобелевской премии. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Летом мы часто стоим перед выбором – сделать ремонт или съездить в отпуск, привезти в порядок автомобиль или купить компьютер ребенку. Как правило, средств хватает на что-то одно. Специалисты Банка Восточной знают, как решить подобные вопросы. Иногда сложно расставить приоритеты и выбор, что важнее в данный момент. Но существует решение, которое устроит всех членов семьи. Для этого в Восточном банке существует кредит под названием «Большой сезон» с максимальной суммой кредита до 1 миллиона рублей. Кредит – удачный выбор для тех, кому нужно все и сразу. Он позволяет реализовать ваши планы сегодня, оплатить потом. Условия «Большого сезона» от Восточного банка позволяют делать это комфортно. Помимо крупной суммы, «Большой сезон» может похвастаться ставкой 1,5% годовых. К тому же она фиксирована. Очень часто, чем меньше кредит, тем выше ставка. Но в случае с «Большим сезоном» неважно. Получили вы кредит на 100 тысяч, полмиллиона или миллион. Ставка будет 1,5%. С такими условиями можно забыть про муки выбора. Миллион хватит сразу на множество вещей. Воплощайте свои мечты уже сейчас. Откройте «Большой сезон» в Банке Восточной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова